С чего вы начинали свою деятельность? Как оказались на своем месте? Чем интересна именно ваша работа? Я свою трудовую деятельность начал в 2014 году. Пришел я в Акмольнинский филиал по ремонту пассажирских вагонов, на должность слесаря по ремонту тормозного оборудования. Проработав там определенное время, мне предложили поработать в производственно-техническом отделе в том же филиале. Я перевелся туда. Далее мне предложили работу в отделе эксплуатации. Мне всегда была интересна работа именно вагонов. Я хотел именно техническую часть изучить. И поэтому я решил, что да, я переведусь в эксплуатацию. И долгое время работал в отделе эксплуатации. В 2018 год я был переведен инструктором. Инструктором по производственному обучению я работал. На тот момент Медед был начальником отдела эксплуатации филиала «Северный». И вот как-то мы начали работать вместе. Далее потом я уже ушел обратно в вагон-сервис. Тогда Медед как раз таки был переведен сюда в центральный аппарат. И буквально, наверное, через месяц мне Медед звонит. И говорит, вот у нас вакансия есть. Давай, откликнись, попробуй. Я еще такой... Я говорю, нет, я не пойду. Не хочу я там работать в центральном аппарате. И все-таки он настоял. Давай, тебе расти надо и так далее. И нисколько не жалею. Нравится. Нравится вообще, в принципе, атмосфера. Нравится работать. И, что самое главное, кругозор расширяется. И уже по-другому думать начинаешь. Поэтому, молодежь, выше берите. Получается, ваша дружба с 2018 года длится? У нас есть определенная наша компания, которая образовалась благодаря работе. Мы собираемся. Можем просто пойти поиграть в FIFA. Ну да, мы общаемся и в нерабочее время. Как бы так и легче работать. Почему нет? Потому что будет ответственность не только по рабочей ситуации, но ответственность перед дружбой. Это братство. Но есть такое ощущение? Ну, если брать, наверное, пассажирские перевозки отдельно, то, наверное, да. Но если брать в целом, это же навряд ли. Потому что у нас свои интересы. Мы защищаем интересы нашей компании. Они, соответственно, защищают интересы своей компании. И бывают такие моменты, когда... Приходится. Сталкиваться, расстаивать. Сталкиваться лбами. На совещаниях. На совещаниях, да. На разборах, на расследованиях. Поэтому, если АОПП говорить как отдельную компанию, то да. Ну, у нас есть друзья, которые работают в структурах группы компаний. В том же и в Кидении, и в других компаниях, и в грузовых, и в Альстом. Да, да. КТЖ Экспресс. КТЖ Экспресс. Но если в нашу компанию какой-то нежелезнодорожник придет, ему будет очень скучно. Потому что у нас, как мы сидим, у нас сразу о работе, и мы начинаем обсуждать бурно, и кто не в теме железной дороги. Иногда сидит, а обижается. Хватит уже. Это вот в нерабочее время, казалось бы, поговорим о чем угодно, но все равно мы возвращаемся к работе и говорим о работе. Даже если мы договоримся не говорить о работе, оно все равно приведет к этому. Да. Ну, иногда бывают какие-то идеи рождаются в нас. Да, да. Рождаются, и потом мы приходим, обсуждаем это уже в рабочей обстановке. А помнишь, когда я тебе вот предлагал откликнуться, нет, я там не хочу, не могу, это не мое, на это надо ходить в костюме, я привык там под вагоном лазить и так далее. На самом деле так и было, и почему я обратился к молодежи, чтобы смотрели вперед, шли вверх, потому что я сам лично разговаривал с молодыми специалистами, которые у нас на линии работают, непосредственно обслуживают вагоны. И некоторые из них, они вот не знают своей цели и не знают, к чему идти. То есть они думают то, что здесь вот, например, не работают, здесь вот в костюмчиках ходят и так далее. На самом деле здесь объемная, колоссальная работа проводится. Это я как и человек, который начинал с самого низкого уровня, будем так говорить. Ну некоторые просто не хотят выходить из зоны своего комфорта. Комфорта, да. Поэтому надо выходить, надо стараться, надо идти. Пытаться брать на себя ответственность, да, более серьезно. Зато мне это хороший урок дало. Я пришел сюда, у меня охота еще больше, еще дальше, выше, как бы. Ну тебе более молодая кровь с новыми идеями, она готова видоизменять общую структуру. И в принципе так понимаю, что и компания тоже к этому открыта, наоборот поддерживает. Там эти проекты 100 молодых лиц, как КТЖ и теперь уже в пассажирских перевозках тоже есть свой проект. Кстати, участники 100 молодых лиц. А, оба. Не КТЖ, а мы оба. Это вот первый поток, наверное. Да, мы первый поток. Вот тогда может быть чуть-чуть, если у нас есть время, об этом проекте. Потому что, ну, довольно-таки интересный проект, возможно, даже, можно сказать, и уникальный, да, для нашей страны. Мы со многими познакомились. Да. Со всех, получается, с каждого уголка приезжали молодежь. Мы, я вот лично понял, что у Акаса есть коллеги, которые такие творческие, у них идеи. Да, на самом деле потенциал очень много. И когда мы все собрались в одном месте, это было просто непередаваемое нечто. Бывают ли какие-то привилегии, вот я, допустим, закончил условно 100 молодых лиц. Это что-то накладывать дополнительно или все-таки это какой-то общий внутренний проект, который мотивирует ребят дальше работать? Можно, да, отвечу. Я, на самом деле, думаю, этот вопрос надо задавать нашей кадровой службе по привилегиям именно. Но мы, как участники этого проекта, мы можем сказать, что мы получили знания, мы получили много, получая, знакомств, с кем мы по сей день общаемся. Тренинги. Тренинги и так далее. Кстати, вот хотелось бы отметить нашу кадровую службу, которую организовали именно АОПП. Они организовали все вообще на высшем уровне. Особенно офлайн формат, когда мы выезжали на базы отдых, проходили обучение, у нас был тимбилдинг. Это было очень круто. На определенное время там? Да, там весь день мы были. Один из выходных дней мы посвятили полностью там, в этот день. Да, там, получается, нас обучали, кормили, играли в игры. Там было свободное время пообщаться друг с другом, поближе познакомиться. Потом еще обучение. Вот так и целый день проходило, очень было здорово. Можно ли привести некое сравнение? 100 молодых листов, может быть, там, президентский кадровый резерв. Условно, только вот точно там в КТЖ компании. Это как-то или лишь только можно догадываться? Как минимум мы на это рассчитываем и думаем, да, будут привилегии. Как бы, я же, опять же говорю, охота выше, расти. Тем более, ведь там был тоже непростой отбор. Вроде более 300 человек вроде участвовали именно с пассажирского хозяйства. И да, отбор, я думаю, был очень жесткий. Куда прошли 100 молодых лиц. И я думаю, надо говорить и себе спасибо. То, что каждый это смог и прошел до конца. До сих пор получает, кстати, эти тренинги. Нас бывает, нас уведомляют, выводят, обучают. И онлайн бывает. Осваждают от работы и обучают чему-то новому. Это постоянное, да? Да, с нами работают. Ну да, да. Кадры с нами работают. Развивают. Дают новые знания. Обучают. А практически применение в плане вот сейчас на ваших должностях? Уже какие-то там тренинги, какую-то специфику подхода к людям? Уже применяли? Прямо имеет качественный эффект? Было домашнее задание, помнишь, когда мы должны были какой-то проект презентовать для улучшения внутри компании чего-то? А, да, да. Сервиса. Да, да, да. Допустим, какая-то группа предложила установку камер видеонаблюдения. Какая-то группа предложила, как искоренить провоз безбилетных пассажиров. А в прошлом году у нас были тренинги по управленческому, то есть я сам работаю главным менеджером в функциональном направлении, и у меня в подчинении 5 менеджеров. И то, что вот эти тренеры нас обучали, я смело применяю, да. Использовать там инструменты уже какие-то. Да, да. Построение самого диалога и так далее. Проектный менеджер вообще, он учитывает риски и так далее, и тому подобное. У нас функционал называется функциональное направление по управлению стандартными вагонами. Это департамент управления подвижным ставом. И у нас появилась вакансия в департаменте безопасности движения, куда Ширели попросился, хотел что-то новое для себя, и вот оказался там. Это, наверное, такая основная практика, да, в компаниях, в нас, в компаниях. Сначала искать какие-то кадры внутри, и постоянно, может быть, их вот менять местами, как-то вот перегруппировывать. Такая тоже есть, да, наверное, тенденция? Такая тоже есть, да. Это расширяет сам кругозор. То есть, сидя, например, в одном месте, я иногда бывает недопонимаю специалиста, которые приходят с другого департамента. А когда ты попадаешь уже на его место, ты уже начинаешь думать, как и он думал. Соответственно, да, это помогает. И то, что сначала компания пытается найти внутри, она, как бы, ну, грубо говоря, доморощенные специалисты. Она хазахша альтханда уисрыб мяпилиб, да. И дает возможность специалистам показать себя, и почему бы и нет. Вот, например, в твоей группе вот Габас Фолжас, он участник 100 молодых лиц, он себя очень хорошо, грамотно показал на этих и тренингах, и домашних заданиях, и всяких играх. И сам хороший специалист. Его заметили, появилась вакансия, он откликнулся. И, конечно же, руководство, так как его заметили раньше, он себя с хорошей стороны показал и работает в группе пассажирского хозяйства. И он сейчас работает у нас в центральном аппарате. Хотя, несколько месяцев назад он работал... У него очень быстрый подъем пошел, на самом деле, он перевелся с Павлодара, буквально три месяца, с Павлодара в Астану перевелся, буквально три месяца, четыре месяца, может, полгода, врать не буду точно. И здесь же ему предлагают и говорят, вот, есть вакансия, объявляйся, попробуй. Больше полгода он был там? Да, да, больше полгода. И потом, то есть, в одном месте работал, там он себя показал, вырос, потом сто молодых лиц, оттуда он перевозится в Астанинский участок уже, а через полгода он уже оказался вот здесь, в центральном аппарате. Даже вот можно, наверное, с уверенностью сказать, что в трудоустройстве, в КТЖ того, как люди, молодые люди могут сюда попасть, и что наоборот, руководство поощряет их полноценный рост, если тебя замечают, что он... Да, если видит потенциал, конечно, да, да, конечно, это работает. И, в принципе, сами вот и специалисты, видя это отношение, еще больше вкладываются в свою работу и дают результаты. Как говорится, надо работать так, что сначала на авторитет, потом авторитет будет работать на тебя. У тебя уже есть имя, тебя уже знают, соответственно, и будут, как бы, приоритет именно тебе отдавать. Субтитры подогнал «Симон»!